Любите ли вы Аптиал Удинова так сильно, как я? Любите ли вы так сильно, когда он открывает свой рот и оттуда льется какой-то бесконечный поток лжи и ахимеи? Я думаю, что нет, вы не любите его так сильно, как я, но с удовольствием ознакомитесь с его новыми шедеврами. Дело в том, что Аптиал Удинов раздал некоторое количество интервью в попытках как-то восстановить репутацию кадыровских подразделений Ахмат. Потому что, как вы помните из предыдущих серий, пора, кстати, сделать какую-нибудь новую заставочку к ним, ну, он поссорился вообще со всеми. Все возненавидели и его, и Ахмат, и его сучек из-за подразделения Аида, в общем, потеряли всякое уважение. Он решил это исправить и пошел к тем, кто готов был задавать ему острые вопросы, и они их задали. Но Удинов сильно ухудшил ситуацию и наговорил столько всего, что теперь его ненавидят вообще все. При этом он как-то странно смог совместить в себе и главного клоуна, и некоторую Пригоршескую фронту. Потому что защищать Ахмат он пытается через дискредитацию, как выразились в боезетнике, остальной российской армии. Получается в итоге и себя обосрать, и остальных. Так, например, в попытках объяснить, что кадыровцы не совершали преступлений в Курской области, Лапти Аладдин рассказал, что на самом деле российская армия занимается там убийствами и изнасилованиями. Слышь, вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ГУД Курской области и задал ему вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом? Как только я сюда зашел, он улыбнулся и сказал, У нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийства, изнасилования, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмата. Почти 200 преступлений, по его словам. Командир Ахмата не уточнил, за какой период были совершены эти преступления. Однако он объявлял о прибытии Ахмата в регион 8 августа. То есть подразумевается, что эти 200 преступлений были до 8 августа. Правда, каким образом это нивелирует то, что Ахматовцы грабили магазины? Буквально это попало на камеру в Глушковском районе, как вы помните. Два Ахматовца. Они раздербанили магазин сотовой связи. Все это попало на камерах, обещали наказать, но никаких сообщений об их наказании, никаких видеозаписей с извинениями, потому что тем более с обнулениями, не появилось. В общем, тактика Апти Аладдинова просто говорит, что российская армия еще хуже. Мне тактика нравится, она классная. Но после заявления Аладдинова о 187 преступлениях российских военных Курской области вышел начальник местного ОМВД и заявил, что ничего такого ему не говорил. Более того, он заявил, что Апти Аладдинов и вовсе не появлялся в Курской области с сентября. Знаете, сложно гарантировать данную ситуацию. ДБ не задействует нежных чувств. Во-первых, никакой подобной информации генерал Аладдинова от нас не получал. Во-вторых, мне не очень понятно, о какой такой встрече говорит товарищ генерал-майор. Это довольно забавно, потому что Апти Аладдинов рассказывал, что он, ну, днями и ночами на линии боевого соприкосновения, и что, значит, никаким образом он оттуда не отлучается. И вот, в общем, он постоянно чуть ли не в зоне боевых действий. Однако, если верить местному начальнику ОМВД, то, соответственно, Апти Аладдинова там с сентября вообще не было. И где он записывает свои видосики, где он записывает рассказы о своих бравых победах, совершенно непонятно. Также, по словам Апти Аладдинова, российская армия бежала и бросила бедных и несчастных чеченцев на амбразуру. А вот теперь у меня вопрос. Куда делись эти командиры? Куда делись пограничники? Куда делись все эти войсковые подразделения, которые должны были там стоять? И почему за это должны нести ответственность четыре чеченца с четырьмя автоматами против десять с чем-то танков, четыреста с чем-то бронированных единиц техники? Вы-то должны хотя бы быть здравомыслящими? Напомню, ранее Апти Аладдинов придерживался другой версии и заявлял, что ВСУ коварно обошли позиции кадыровцев. Все ребята, которые наши подразделения, Ахмат, другое, которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел, вначале прошел уже без, как говорится, мапов, через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там. А теперь выяснилось, что четыре чеченца с автоматами были единственными, кто защищал вообще Курскую область. И, значит, в итоге только они и стояли, а российская армия куда-то испарилась. Интересно, что Апти Аладдинов будет рассказывать через месяцок. Может быть, там вообще выяснится, что он один стоял с двумя пулеметами, сдерживая все воинство ВСУ. При этом они как-то его хитро обошли, и вот он один с двумя пулеметами и остался. В любом случае понятно, что это какие-то бесконечные потоки лжи в попытке оправдаться. Но дальше больше, и наездов будет дольше, и буквально Аладдинов будет красный, как помидор, в одном из интервью и махать кулаками после драки. А еще будет подтверждать, что чеченцы просто записывают тиктоки. Как вы помните, в какой-то момент ВСУ взяли кадыровцев в плен. Сначала Апти это отрицал, а потом говорил, что и с плена их доставать не будут, потому что, ну, они повели себя недостойно. Почему вообще эта дискуссия поднялась? Потому что, как вы помните, кадыровцев меняют по очень выгодному курсу. То есть за одного кадыровца можно получить несколько украинских солдат, а то и вовсе азовца. Ну, собственно, это отчасти и произошло, потому что, как оказалось, Апти Аладдинов, естественно, соврал. В одном из обменов военнопленными в РФ вернули чеченцев из батальона Ахмат. Глава батальона Аладдинов говорил, что чеченцев в плену. Сначала он говорил, что вообще их нет, а затем заявил, что возвращать в Россию их не будет. Но во время обмена между пленными между Россией и Украиной в формате 95 на 95 в РФ вернулся второй из бойцов Ахмата. Роман Масхабов, который был одет при пленении в толстовку Стефана Ричи стоимостью более 2000 долларов, обратило внимание агентство. Масхабов был на одном из первых видео с пленными российскими военными, которые стали появляться в телеграм-каналах после вторжения ВСУ в Курскую область. На другом видео Масхабов рассказывал, что он из Грозного, и его мобилизовали за три месяца до взятия в плен. До войны он якобы торговал удостоверениями мастеров и кандидатов мастера спорта. Аладдинов, который является командиром чеченского спецназа Ахмата и замначальника главного военно-политического управления российской армии, то есть он генерал российской армии, Апти Аладдинов заявил, что ни один боец подразделения не сдался в плен. «Ни один наш боец в плен не сдавался, ребята бьются, как львы», — говорил он. Однако позже он признал пленение своих бойцов, но заявил, что не собирается вызволять из плена уроженцев Чечни, которые сдались в ходе наступления ВСУ в Курской области, и призвал их сделать все, чтобы их убили. «Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны, мне абсолютно без разницы, что вы с ними сделаете», — сказал тогда Аладдинов. Но, естественно, тоже это было вранье, из плена их вернули. Но вернемся к интервью. Апти Аладдинов ответил на каверзный вопрос, кто и почему заставил извиняться российского срочника. Напомню, российского военнослужащего заставили извиниться за слова о том, что полк имени Ахмата Кадырова скрывается за спинами срочников и вообще бежал. Видео с извинениями тогда публиковали в закрытом телеграм-канале ЧП «Грозный-95». Напомню, как оно выглядело. «Здравствуйте. Хотел объяснить ситуацию с Курском и про Ахмат. То, что я говорил, что Ахмат находится сейчас единственным со срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни, и им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за то, что неправильно друг друга поняли в моих словах». Как же так вышло и кто заставил его извиняться? Апти, естественно, не знает, но на каверзный вопрос ответил. «И какого-то солдата, если его заставили извиняться... Подождите, а если его заставили извиняться, почему вы считаете, что его заставили извиниться чеченцы?» «Ну тогда кто? Почему? Давайте выясним, кто». «Я хочу знать правду». «Подождите, подождите. Так это вы выясняете. Если вы в народ выносите этот вопрос массы, это вы должны выяснить. Я его не заставлял. Я даже не знаю, что кто-то извинился. Я даже этого не знаю. Но давайте мы сейчас начнем. Я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороны, и о других подразделениях. Не надо. Хорошо? Не надо. А вот видите, не надо. А когда вы вот так действуете, это надо. То есть поняли идею, да? То есть видео появилось с извиняющимся срочником. Журналисты это раскопали, выложили, начали задавать вопросы. Но АПТИ не обязан ничего на эту тему говорить. Короче, классический Михалков. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратно, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так? Вообще там все интервью золото. Именно вот это вот на комсомольской правде, но давайте посмотрим детальнее на описание именно ситуации в Курской области. Там АПТИ опять начинает медленно прорываться Пригожин. Знаете, в чём проблема? Вот такие же люди, как вы, не зная реально, что произошло и что происходит, вы берёте и разгоняете вот эту всю тему, знаете как, межнационалку, межконфессионалку. Она разгоняется именно вот такими же людьми, как вы, которые эти все вопросы обсуждают по своему незнанию. По своему незнанию. Почему? Вопрос номер один по Курской области. Я вам задаю вопрос. Вот 291 километр. 291 километр. На 291 километр раскидали 500 чеченцев, Чечня-Ахмат. Их раскидали по 4 человека на 291 километр. Ну вы возьмите тогда всю российскую армию, отправьте домой. Отправьте домой все пограничные службы. Отправьте домой всё, что у вас на этом фронте есть, Росбардию. Ну и оставьте этих 500 чеченцев, и пусть они защищают эту нашу границу. Подождите. Там находились тысячи срочников. Не тысячи, а десятки тысяч срочников. Там находились тысячи пограничников. И у меня вопрос. 20 километров фронта, 10 километров справа и 10 километров слева. И вопрос. Четыре чеченца с четырьмя автоматами несут ответственность за то, что противник прорвал границу. А где вы все тогда вместе взятые? Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росгвардия? Где наши доблестные пограничные службы? Хорошо. Какой-то лопух сидит и озвучивает, что кто-то куда-то сбежал. А вот он видел того, кто сбежал? Так он сам же с ним рядом не находился? Он же с ним рядом не воевал? А я могу сказать, что здесь произошло? Когда спецназ Ахмад сюда зашел, противнику не противостоял вообще никто. И если противник не взял Курск и не взял вот эту атомную станцию, это только благодаря спецназу Ахмад и в первую очередь. Вот вам ответ. Пусть мне хоть один скажет, что это не так. Понимаете? А тут потом появляются какие-то люди. Какой-то сумасшедший дедушка, который записывает видео, там ругает Ахмад. Ну подождите. Ахмад это даже мое подразделение всего лишь составляет 3 с чем-то тысяч человек. А то подразделение, которое здесь стояло, так подождите, 500 человек в состоянии защитить 291 километр границы, если вы их раскидали по 4 человек. Вау, ничего себе. То есть генерал российской армии заявляет, что никаких войск там не стояло, что никто не оказал сопротивления. А я напомню, что тогда, в августе 2024 года, когда в СУ зашли в Курскую область, российские каналы, российские официальные лица рассказывали, что там борются как львы. Все время почему-то как львы все борются. И в Судже, на погранпункции. И вообще там все было. И вообще там все нормально. Но тут нам Алудинов рассказывает, что ничего, оказывается, не было. Вообще ничего. Но при этом, несмотря на то, что российскую границу охраняют 4 чеченца с автоматами, если верить Апти Алудинову, Россия уже победила в войне. Да-да, вы не ослышались. Апти Алудинов так считает. Несмотря на все то, что он только что сказал. Несмотря на невероятные факапы, он сказал, что Россия уже победила в войне. Это заявление Апти вызвало много смеха, когда он впервые его сделал. И недоумение даже пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Однако Апти рассказал, почему он уверен, что это так. Причина вас шокирует. Многие считают, что нам нужна полноценная мобилизация. Но официальные лица, в том числе глава Комитета по обороне Картополов, отвечают, что мы справляемся за счет набора добровольцев. Вы что скажете? Сейчас мы справляемся и без мобилизации. При любом раскладе мы должны понимать, что в этой войне мы уже победили. Что касается вашей цитаты, в этой войне мы уже победили. Но ведь противник стоит под Курском. И до конца не освобождены 4 новых региона. В этой войне блока НАТО против России через Украину мы уже победили. Потому что мы фиксируем, что ресурса для того, чтобы реально нас победить у Украины нету. Даже уже, если Владимир Владимирович Путин сумел себя и нашу страну противопоставить нашим врагам, которые планомерно вели Россию к развалу, и сумел показать им, что мы не готовы поднять лапки и сдаться, а готовы биться до конца, я считаю, это наша победа уже. Мы уничтожили столько ресурсов блока НАТО, уничтожили те силы и средства, которые нам были противопоставлены, что в конечном итоге мы же с вами понимаем, что враг сегодня не в состоянии прийти и захватить, скажем, Москву. Не в состоянии. Поняли? Россия победила, потому что Украина не может захватить Москву. Представляете? Во-первых, я бы не зарекался, потому что ранее обещал, что Украина и в Курскую область не пройдет. Во-вторых, до вторжения России в Украину вопрос захвата Москвы вообще не поднимался. Как и вопрос захвата Суджи, например. Как и вопрос обстрелов Белгорода. Точно ли это победа? Я в этом совершенно не уверен, честно говоря. Но более того, говорить, что мы победили, потому что в Москву ВСУ точно не пройдут, это прям какая-то пародия на самих себя. Ну, то есть, когда эта история про то, что ладно, пусть забирают Курск, но Москву мы им точно не отдадим. А мой любимый фрагмент, это фрагмент про тиктокеров. Во-первых, Алладинов признал, что это видео постановочное, те самые легендарные, где кадыровцы штурмуют пустую многоэтажку, воюют с рельсами и так далее. Но свое оправдание он сказал, что постановочное видео снимает вся российская армия. Так, слышали ли генерал Алладинов о постановочных видео в тиктоке, в которых некоторые чеченские бойцы Ахмат воюют с железнодорожными рельсами, с светофорами? Что думаете на этот счет? Ну, давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ Ахмат. Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают все это постановочно. Кто реально на передовой, непосредственно в боевых действиях сегодня снимает эти фильмы. Покажите мне их. Короче, основная стратегия Алладинова в попытках оправдать себя и Ахмат заключалась в том, чтобы обсирать остальную армию. В целом, меня все устраивает. Пусть сожрут друг друга. Интересно, конечно, как будет все дальше развиваться. Вся легенда о Великом Ахмате, конечно, растоптана. Остался лишь сучка Алладинова Аид, он же Химкинский Бэтмен. Но о нем как-нибудь в другой раз. Но здесь мы в очередной раз видим, что Аптей Алладинов попытался как-то выйти, потому что он понес гигантские имиджевые потери после истории в Анапе, когда он начал заступаться за кадыровцев, которые начали приставать к девушкам, у которых были парни. Девушкам отказали, и они этих девушек избили. И в итоге Аптей Алладинов тогда сказал, что эти парни вообще отличные семьянины, и зря на них наехали, на этих кадыровцев, которые избили женщин. На вопрос, а что прекрасные семьянины забыли в клубе, и почему они знакомятся с девушками, Аптей Алладинов так нигде и не ответил. Эта тема поднималась и в интервью на «Комсомольской правде», и много где еще, но Аптей Алладинов все время с нее соскакивал, говоря, что кругом чеченофобия. И на самом деле россияне ненавидят чеченцев, более того, они ненавидят чеченцев даже больше, чем украинцев. И, честно говоря, это во многом правда. Ну, то есть, действительно, я уже неоднократно вам рассказывал, что в Z-каналах анти-чеченские настроения, антимигрантские настроения, антицыганские настроения, и вообще настроения против всех неславян, они нарастают. Вчера я, собственно, вам говорил про это видео, про погромы, про цыганские погромы в Челябинской области. И Аптей Алладинов не так далек в этом смысле от правды. Другое дело, что он собирается с этим делать. Потому что результат его интервью, там еще было интервью в Беларуси, которое он дал. Ну, в общем, может быть, мы еще вернемся к тому, что там он наговорил, конечно, на десяток видосов. Я бережно хранил это, собирал и все такое, но в какой-то момент, к сожалению, различные коллеги начали видеть, что Аптей Алладинов раздает эти интервью и тоже подсвечивает всю несурайство, которую он несет. Тем не менее, в любом случае, если стратегия Аптей Алладинова в том, чтобы провоцировать еще больше конфликтов, чтобы еще больше создавать напряжение, то я только за. Потому что, как вы помните, это распространяется и на тех, кто критикует Алладинова. Например, тот же самый Аид рассказывал Егору Гузенко в 13-м, когда тот еще был на свободе, что его ждут последствия за то, что он как-то плохо говорит об Апте Алладинове. И последствия не заставили себя ждать. Говорят сейчас, что даже наведались кадыровцы к Егору Гузенко, но это пока слухи. В любом случае, Апте Алладинов, как и все фанерные генералы, очень любят махать кулаками после драки. Не вывезя дискуссию непосредственно в интервью на «Комсомольской правде», он записал персональное видео. Ну, как персональное видео? Он постфактум обвинил ведущего «Комсомольской правды» в том, что тот ЛГБТшник и чмошник. Находящиеся за границей чеченоговорящие шайтаны пишут, закидывая вырезки из моего интервью, которое я дал одному такому же шайтану, как они, журналисту из московского комсомольца, чисто чеченофоба, чечено-ненавистника, вот у которого во всем, что произошло плохое в России, виноваты чеченцы, Ахмад, Лаудинов, вот чисто я скажу, один из ЛГБТшников, я его по-другому не назову, который вот назадавал в прямом эфире вопросы такие прям, ой-ой-ой-ой, во всем виноваты Ахмад, чеченцы. Я, понятное дело, ему ответил именно так, как я считаю, что я должен ему ответить. Ни о чем не жалею, дословно готов ответить каждый ответ вот этому чеченофобу. И, конечно, получается как, он же как раз союзник, вот это же такие же, как он, чмошники находятся, он за границей, называют себя чеченцами, и вот для них сейчас повод, типа вот, они нарезают ролики, закидывают. Я его фанат, до него начало доходить. Нет, когда я обращаюсь к этому черту и говорю, что для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования, я его абсолютно никаким образом не отношу к России. И не отношу его к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает на то, чтобы развалить Россию изнутри, работает на то, чтобы разжечь Россию изнутри. И, понятное дело, он не имеет ничего общего ни с русскими, ни с Россией. Поэтому, для меня лично так. То, что вы чеченофобы и вы сатанисты, которые называете себя чеченцами, чеченоговорящие, находитесь за рубежом именно ичкирийцы, якобы евро-ичкирийцы, или я не знаю, как вас назвать еще там. Ну, вы одинаковые чмошники и ЛГБТшники. Кстати, будет довольно забавно, если в итоге этого конфликта достанется московскому комсомольцу, который упомянул Аптиал Удинов, потому что, видимо, не особо видит разницу между комсомольской правдой и московским комсомольцем. В принципе-то ее и нет, в этом он прав, но будет забавно, если вдруг, не знаю, с обувками нагрянут в московский комсомольц или еще куда-нибудь. В любом случае, пусть сожрут друг друга, пусть вырвут друг другу глотки, пусть уже Аптиал Удинов вступит в полноценное противостояние совсем за телеграммом ксенофобским и так далее. Пусть, не знаю, его бойцы Аида, которые прикрываются 155-й бригадой морской пехоты, 810-й бригадой морской пехоты, невероятная Рэмбо, пусть они тоже надувают губки, значит, и не только воруют у российских военных Рэбо, которые им предназначены, но еще чем-нибудь займутся, я не знаю, начнут стрелять уже друг друга в конце концов в попытках доказать, что у них там, не знаю, есть яйца, а не то, что они только прячутся за спинами срочников и российских морпехов. В любом случае, Аптиал Удинову низкий поклон, реально, это невероятный персонаж, очень здорово, что он появился, так сказать, среди российских военных не хватает колоритных персонажей, и Аптиал Удинов с собой, конечно, максимальный колорит придает российским войскам, потому что он фактически их отображение ссыкливый, лживый, пафосный и при этом абсолютно неуемный в попытке доказать всем, что он что-то из себя представляет. По факту, обычный, абсолютно непримечательный лжец, который ни в каких боях не участвует и только постоянно рассказывает, какой он крутой и классный, а как дело доходит до дела, сразу рассказывает про то, что нас обошли в СУшнике, у нас было четыре автомата, еще что-нибудь, оказывается на практике, что весь гонор куда-то улетучивается. Но, впрочем, эта характеристика, как я и говорю, не только кадыровцев, а в принципе российской армии, та же самая история с Егором Гузенко, который всем рассказывал, как он подорвет себя на гранате в случае чего, а сейчас спокойненько сидит себе за решеткой и отказывается от предложения вступить в российскую армию, потому что понимает, что там, скорее всего, умрет. Редактор субтитров А.Семкин